В эфире программа «Что произошло?». Больше треша, больше ада. А чей он этот самый Крым? Кто командует парадом на полуострове и куда уходят деньги? Сейчас узнаем. Пора уж и подвести итоги. Почти триллионы инвестиций вложено. Но вот почему-то мало какие крупные компании открыто работают на полуострове. Чего они боятся? Российские компании боятся санкций и не очень-то идут работать в Крым. Здесь нет РЖД, Ростелекома, Сбербанка, впрочем, как и других российских банков. Здесь нет даже почты России. Так чей он Крым? Наш? Полуостров с великолепной природой и громадным туристическим потенциалом фактически простаивает, довольствуясь только диким туризмом. Гостиницы стоят пустые. Денег на их выкуп у украинских властей и коммерсантов не находится. А национализировать объекты в федеральный центр просто боится. Может быть, Крым стал всероссийской здравницей? Отчасти это так. Однако действующие санатории здесь только ведомственные. Те, что предназначены для простых людей, стоят в руинах. Вот так. Все разрушено уже до основания. И сейчас даже представить трудно, что лет 20 тому назад люди приезжали сюда поправлять свое здоровье. А это известная некогда на весь союз водолечебница. Если хотите, на современном языке, то сейчас это называется СПА. Она пережила и царские времена, и советские. И была законсервирована при Украине. Пять лет тому назад ее можно было еще оживить. Так что же помешало взять и начать использовать все то, что было построено в Крыму раньше? Все то, что необходимо для нормальной работы туристической индустрии. Что мешает сделать это сейчас? Власть в Крыму, так же как и в России, так же как и во всем мире, принадлежит компетентным управленцам. Компетентные управленцы, это условно, что сейчас управляет миром? Миром управляют деньги. Естественно, что прецедент с национализацией каких-то украинских объектов в Крыму может больно ударить и по российским олигархам. Ведь могут возникнуть вопросы, каким образом они получили в свою собственность государственные активы, построенные на народные деньги в советское время, а то даже еще и при царе, как например Сбербанк. Конечно бы крымчанам хотелось, чтобы туда зашел Сбербанк. Где-то проценты меньше были бы по переводу денег на континент. Но, к сожалению, сейчас это невозможно. Иначе Сбербанк подвергнется еще каким-то волшебным санкциям. Поэтому приходится потерпеть. Все компании, которые войдут в Крым, они подвергнутся санкциям. Мы не можем плевать на санкции, как это говорил Дмитрий Медведев и Иже с ним. Санкции очень больно ударили по России. И добавлять еще ударов не хочется. Поэтому в Крым входят только те компании, которые не боятся санкций. И действительно, поливать на санкции мы не особо-то и можем. Однако последние ударят скорее по простым гражданам, нежели как полигархам. Те, как купались роскоши, так и будут купаться, даже в условиях санкционной войны. Нет, они будут продолжать ездить за границу и продавать природные ресурсы. Просто у Запада стоит задача получать эти природные ресурсы. Они никогда не остановят покупку тех ресурсов, которые их интересуют. Просто их сверхзадача мягко забирать все под себя. И таким образом и в России все забирается под себя. И ресурсы Крыма забираются, и ресурсы Украины. Ведется нормальная конкурентная борьба. Забыл представить нашего сегодняшнего эксперта. Это политолог и политтехнолог Светлана Сафронова. Она была одним из первых активных участников русской весны. Находилась на полуострове в момент его присоединения к России. И видела все своими глазами. Когда в Крыму начиналась русская весна, весь Крым был покрыт огромными баннерами. Выбор есть и крупными буквами. Народовластие и галочка. И люди пошли на этот референдум в надежде изменить систему в государстве. Ну, конечно, я там была в Крыму, естественно, я работала там русскую весну. Но простой вопрос. Друзья, вы понимаете, что вы переходите от одних олигархов к другим олигархам? И местные жители, конечно, говорили, что через 5 минут, если у нас тут не получится народовластие, наши бабушки опять выйдут на площадь, бабы Нюры, и мы снова устроим новый референдум. Никакого народовластия в Крыму не случилось. А референдум новый? И нового референдума у них тоже не случилось и не случится. И больше не случится. В итоге олигархи посадили во властные кабинеты тех, с кем им удобнее работать. Например, своих шестерок из партии регионов Януковича. Вот это трусливое существо, убегающее от журналистов по улице, это бывший прокурор города Евпатория Кирилл Вавренюк. Ныне уже глава администрации. Мы вам уже показывали его. Он написал донос на своего начальника и занял его кресло. В свое время он предал Украину, а теперь предает и россиян. Лжет на каждом шагу. Вы скажите, Евпатория достойна такого главы администрации, как вы? Не знаете? Чиновнику просто нечего ответить. Власть в Крыму, так же, как и в России, так же, как и во всем мире, принадлежит компетентным управленцам. Компетентные управленцы, это условно, что сейчас управляет миром. Миром управляют деньги. И неважно, через какую партию дальше ведется работа. Или через партию регионы, или через партию Единая Россия. Деньги управляют миром. И поэтому те чиновники, те компетентные управленцы, что были в партии регионов во время королевства украинской идеологии, сейчас под российской идеологией, эти же самые люди вступили в партию Единую Россию. Они самые лучшие управленцы, они перешли сюда. И балл продолжается. Вторая часть морализонского балета. Естественно, что все украинские чинуши быстро забыли о присяге и сменили не только политическую ориентацию, но и флаг. Конечно же, на флаг Единой России. Ну а как еще? Какой же еще партии могут дать возможность работать в Крыму? Вот, например, в Севастополе. После присоединения к России мы понимаем, насколько для них... Я очень люблю Севастополь, я горжусь этим городом. Там живут замечательные люди, там такое понятие, как офицерская честь, это вот фундамент. После того, как их присоединили к России, конечно, они не хотели никакой чужой власти. Они бы хотели, чтобы в Севастополе были свои в пирамиде власти. Что происходит? Приходит Единая Россия, некто меняйло. Севастопольцы вели два года тяжелую борьбу, чтобы убрать его с этого места. Очередные выборы и, конечно, побеждает. Умный, талантливый, свой. Была очень интересная ситуация, когда по городу Севастополь ушла такая яркая личность, как адмирал Камоедов. Он возглавлял Черноморский флот и для Севастополя это особая фигура. Этот человек свой. Вторая была фигура от оппозиции политической. Те, кто делали русскую весну, он был из команды Чалова Олег Николаев. Была хорошая предвыборная кампания и у одного, и у другого. И Камоедов, конечно, имел большие шансы, чтобы занять это место. Ему Единая Россия предложила аппарат президента выйти из коммунистической партии, вступить в Единую Россию. Он отказался. И ему сказали, что никакого места он, естественно, не получит. И так вдруг и происходит на выборах. Это место получает Единая Россия. Представители Единой России с большим удовольствием сожрут и друг друга. Политический каннибализм – это явление весьма распространенное. И никакими моральными ограничениями он, увы, не обременен. Вы сами можете видеть, что на данный момент здесь вообще не ведется никакие работы. Этот садик должен был быть сдан еще в семнадцатом году. И наши дети, я не удивлюсь, если очень мы хотим, чтобы они в него пошли. А работы не ведутся. И когда этот садик будет сдан в эксплуатацию, непонятно. Это детский садик в Сакском районе строился по федеральной программе. Деньги уже давно освоили. Рабочим вахтовикам не заплатили и отправили домой без денег. Экономили на всем, на чем можно сэкономить. Например, на асфальте. Его уже соскребли, так как там слой был сантиметровый. Но все равно все деньги освоены, и их не хватило, чтобы завершить даже такой распил. Хотим обратиться к телевидению, чтобы наша проблема в нашем селе была услышана. Очень хотим попасть в этот садик. Да, дети? А вот соседние в Паторе. Здесь вам и детские площадки, и алии, и набережные. Но тот самый Вавренюк сместил мэра. И теперь людям остается поддерживать своего любимого городоначальника только через решетку. И в коридорах суда. А потому что мэр Евпатории выступил против интересов большого капитала. И его денежного капитала, его денежного мешка не хватило, чтобы перебить интересы другого кошелька. Вот и все. Это конкурентная борьба. Это САГский химический завод. Понятно, что он развалился еще при Украине. Но надежда на возрождение теплилась еще до нового 2018 года. А потом на его месте построили новую электростанцию. 10 тысяч человек без работы. Нельзя ставить вопрос, пофиг ли России на население Крыма. У нас есть Россия и есть вертикаль власти в России. России не пофиг ни на Крым, ни на Украину, ни на Африку. А вот то, какую политику проводит наша вертикаль власти и по отношению к Украине, по отношению к Крыму, это интересно. Ну, интересуют ли их нужды граждан? Конечно, нет. У них свои проекты, у них свои интересы. Если вдруг сейчас данный завод не вписывается в их интересы, пускай он тихо умрет. А людям где работать? Как сказал Чубайс, они не вписались в рынок. Единственное, кому сейчас хорошо в Крыму, так это силовикам. Они контролируют все политические процессы и вообще всю жизнь на полуострове. Если вы привыкли под плинтусом или на кухне что-то там шипеть, мяукать и слегка подтявкивать, когда движется караван, да, моськами бегать, то вы так и будете пожинать плоды своего управленческого уровня. Вот если вы тараканы, там, если вы муравьи, вот там и останетесь. А хорошие крупные альфа-самцы продолжат управлять этим миром. Я прощаюсь с вами. Студия работала Евгения Нитима. Смотрите программу «Что произошло» на канале Крик ТВ по субботам, воскресеньям, понедельникам и четвергам. Краткую версию смотрите по субботам на канале «Реальная журналистика». Звоните нам в редакцию по телефону 8 343 262 79 37. Пишите письма, ищите на соцсетях, добавляйтесь в друзья, сообщайте новости. Увидимся через неделю.